так вот возвращаемся к янтарной палитре потому что назеленились накраснились вот а теперь получается вот смотрите вот он рыбки реальные рыбки да ну их и так видно так видно если рыбки есть там торчит на дне какая-то ерунда это не рыба тут есть тень честно говоря рыбы не вижу возможно вот она тут по-другому стоит но неважно вот сейчас интересно проверить эту палитру тоже но немножечко другие настройки как она будет на структуре отображать будут ли помехи на даунскане сайт сканер все время прохожу через одно и то же место всему сравнить посмотреть для себя и для меня вот я для себя вы для себя вот можете сравнить насколько это вот рыбу там от слева уже видно хорошо сейчас мы тут поднимем чуть-чуть даунскан смотрите как видно все красиво ай зачет абсолютный зачет смотрите и вот тоже абсолютно рыбы я слева внизу не успею показать вероятно но если хотите вы ее сами заметите вон слева рыбы справа вот при желании пожалуйста смотрите тень какая красивая рыба не рыба рыба возвращаемся к янтарной палитре как очень сочный чтобы там кто не говорил она очень даже зачетно чем-то напоминает не мою пятую палитру на лайвископе на лайвскопе ой на лайвскопе на лайвскопе карбунь вовремя я ушел с моста а только сейчас тут рух от был на самой головы гибель а а а а а а а не а а а а а а а и а Теперь смотрим на этой палитре. Хорошо, меню. Вот такие вот настройки. Это даунскан. И теперь сайтскан. Вот такие настройки. Ну, у меня такие настройки. Какие будут у вас, будете смотреть. Ну, сам факт того, что, ну, оказалось ключевым фактором установка именно яркости в автоматическом режиме. И желательно авто-низкий, ну, авто-средний. И ставить авто-высокий, потому что, получается, засветка, пересвет автоматический тоже пересвет. Не успевает он. Сигнал очень сильный. Это отражен от объектов, которые близко к поверхности воды на структуре. Поэтому такая вот ерунда. Ну, вот, пожалуйста, вот вам рыба. Это я вам показываю, потому что они тут мотаются вот тут вот, возле коряжки. И вон они торчат с тенью. Очень хорошо видно их. Ну, я вам так показываю. В принципе, оно с экрана читается без всяких увеличений, без ничего. Очень даже зачетно. То есть каждую рыбу видно. Я не хочу сказать, что, допустим, если бы сейчас был бы Соликс, он бы такое показал. Блин, ребята, не факт. На этом самом... Что ж это такое сегодня у меня? Вот, пожалуйста, вот вам еще рыба тоже. То есть на Меге, в нашей воде, вот совсем не факт, что вы сейчас тут вышли и увидели рыбу. То есть структура дна будет отличная. Вообще шикарная, красивая. Я уже показывал там по 50 метров, поскольку хочешь. Рыбы ничего не видать. Иногда. А она что-то тут есть и реально есть. О чем Илья и говорит. Что ходишь по мутнякам, по всякому болоту. Вот. И включаешь другой прибор. В общем, там ниже рангом. И более дешевый. Ну, видно то, что ты хотел увидеть. Понятно, что как картинки с выставки. Зачет. А вот по сути, нечего всегда упираться в Мегу. Иногда нужно включать другую частоту. Вот. Более-менее. Контрастные палитры. Вот. Такие, которые вот рыбу, вот они реально выделяют желтеньким. Красная палитра выделяет беленьким. Вот. Такая палитра выделяет желтеньким рыбакам. Все. Пусть оно там, неважно, и длинные формы иногда. Все это зависит от того, какую вы остановили скорость карты. Так называемую. У меня скорость прокрутки, скорость карты для суммы состоит 6. Вот. Ну, учитывая, что я вот эту скорость... Я даже могу поставить чуть выше. Ну, у меня на даунскане стоит побольше, потому что на даунскане всегда отражается... Все оно несколько сжато. Поэтому я на даунскане установил скорость прокрутки 9. И она меня радует, потому что геометрия объектов, как бы, довольно приятная. Потому что... Да, даже и на лаве всегда за чем смотришь, вроде как идешь, вроде нормально. Отдельно включил даунскан, а оно все сплюснутое. То есть, побыстрее бы надо бы. Но там нет регулировки. А здесь есть, и надо этим пользоваться. Чтобы себе, любимому, все красиво отображалось. То есть, вот, пожалуйста, еще раз. Это палитра. Вот. Под названием... Под названием Янтарная.